Здравствуйте! Сегодня мы поговорим про уникальное растение можжевельник. Можжевельник – это родственник сосен и ели, и многие можжевельники имеют вот этот характерный сосновый смолистый аромат. А вообще можжевельники – это растение семейства кипарисовых, и уникально оно тем, что полезен воздух вокруг можжевельников. Можжевельники выделяют довольно-таки много полезных веществ в воздух, и если вы сделаете себе рядом с местом отдыха куртину из можжевельников, либо посадите какой-то один можжевельник, то, во-первых, не будет головной боли, улучшается сон, уменьшается нервное напряжение. Воздух рядом с можжевельниками свободен от разных болезнетворных микробов. У себя на участке можно сделать даже какой-то зеленый кабинет, где вы будете не просто отдыхать, но и будете оздоравливаться при помощи можжевельников. А можжевельников на свете довольно-таки много. И в зависимости от того, какой у вас участок, как позволяет площадь, от ваших предпочтений, можно подобрать можжевельник на любой вкус. Во-первых, есть можжевельники, которые очень маленькие и достигают высоту не больше полуметра. Вот, например, один из таких можжевельников. А есть можжевельники древовидные, у которых конусовидные пирамидальные кроны, и достигают они до 20 метров. Но можжевельник вообще-то растение северное, но и в наших средних широтах он прекрасно растет, и прекрасно его можно вырастить у себя на участке. Как посадить можжевельник? Но начнем мы с того, как выбрать можжевельник. Отдавайте предпочтение можжевельникам с закрытой корневой системой. Потому что растение – это хвойные, и если можжевельник начал высыхать, и у него повреждена корневая система, ну вот тот же самый саженец с открытой корневой системой, то на первый взгляд может даже и не быть понятным, живой он или нет. А посадите, а он у вас стал желтеть. Он, возможно, уже начал засыхать еще на месте продажи. А вот с закрытой корневой системой растения меньше засыхают, и, конечно, они лучше сохраняются. Смотрите, чтобы саженец был с действительно закрытой корневой системой, а не выкопан за несколько дней перед продажей, помещен в горшок. Во-первых, если саженец с закрытой корневой системой, отсюда будут видны тонкие корни, а не толстые обрубки корней, если их обрубили. И вот многие уважающие себя хозяйства мульчируют предствольные вот эти... Как же это назвать-то? И многие питомники мульчируют корой вот здесь поверхность почвы для того, чтобы не испарялась влага, а из контейнеров она испаряется значительно быстрее, чем из открытого грунта. Лучше всего приживаются маленькие растения. Поэтому, когда вы покупаете, не гонитесь за огромными растениями. Вот эти растения лучше всего сажать либо осенью, либо самой ранней весной. А маленькие растения можно сажать, если они с закрытой корневой системой, практически в течение всего года. Надо только обеспечить полив в то время, когда можжевельник будет приживаться. Ямку для посадки делают в два раза шире, чем контейнер, и в два раза глубже. Можжевельники, в принципе, мерятся с любой почвой. Но всё-таки плодородные, лёгкие, водопроницаемые почвы, они любят больше. Поэтому, если у вас тяжёлые глинистые почвы, сделайте посадочную яму ещё больше. На дно дренаж из битого кирпича. Заполните посадочную яму питательной почвой. Там и листовая земля должна будет присутствовать, и торф раскисленный, и песок. И после этого сажайте так, чтобы у вас, как он в горшке сидит, так он и должен быть, уровень у него должен быть. Он не должен быть выше, не должен быть ниже, а вот корневая шейка должна быть заглублена так, как она у вас сидит в горшке. И первое время можжевельнику потребуется опрыскивание, потому что корни ещё будут болеть, приживаться. В надземной части активно испарять влагу, и в ранние часы, и где-то, наверное, часов в 5-6 растение нужно будет опрыскивать. А вот в полуденные часы, чтобы на него солнце не падало такое яркое, сделайте притенение, чтобы он был в тени именно в полуденные часы. Можжевельники цветут, и цветут очень многие можжевельники. Легче всего цветёт и плодоносит можжевельник обыкновенный. Это растение, которое растёт довольно-таки часто в лесах. Растение 1,5-2 метра. Но декоративные можжевельники цветут не так интенсивно и не так ярко и декоративно, да и ягод дождаться с них очень-очень долго. Но главное не ягоды, а главное вот именно воздух, который образуется вокруг можжевельников, который очень и очень полезен. Я хочу пожелать вам, чтобы у вас на участке было не только красиво, но и полезно. Потому что, когда мы отдыхаем на участке, чтобы не только радовался глаз красивым растениям, но они давали пользу. И пребывание на загородном участке компенсировало все те затраты, которые мы тратим в течение рабочей недели. И можжевельник вам в этом первый помощник. Ну а на сегодня у меня всё. Субтитры создавал DimaTorzok